Всем привет! С вами рубрика Good Food Procatch. Меня зовут Даша Царь и я тренер Vogue. Сегодня мы с вами пройдем такую танцевальную категорию, как Arms Control. Arms Control – это категория, в которой мы танцуем исключительно руками. Ее отличительные черты – жесткость линий и геометричность элементов. Начнем с самого начала. Первый базовый элемент. Он называется Line – линия. Ваша задача – напрячь руку от самого плеча до кисти, чтобы создалась одна линия. Очень важно втягивать локоть и держать прямой кисть, чтобы не было ломаных линий. А линиями мы можем работать по нескольким направлениям – вперед, в стороны, наверх, вниз и по диагоналям. Также мы можем их переставлять не только от плеча, но и от локтя рубящим движением. Переставлять мы можем руки как симметрично, так и асимметрично. И одновременно, и по одной. И, соответственно, мы можем совмещать два способа перестановки рук. Также мы можем работать руками не только в одной плоскости, но и в нескольких. Ладошками вниз, ладошками друг на друга, в разные стороны и наверх. И также комбинировать эти способы. При этом мы можем добавлять еще и работу кистей. Кисти у нас могут находиться от себя в разных траекториях и на себя. Также в четырех траекториях. И вот мы можем их переставлять. Попробовали? Хорошо. Чтобы не пропустить следующий урок, обязательно подписывайся на наш канал. И если ты еще не поставил лайк на это видео, делай это прямо сейчас. Второй элемент. Назовем его полулиния. Наша задача просто согнуть руки в локтях по всем плоскостям. Чтобы у нас появились такие маленькие линии. Мы можем добавлять кисти в разные стороны, как и в линиях. И можем совмещать с линиями. Попробуйте сами два этих элемента совместить. Хорошо. Третий элемент. Бокс. Или коробка по-русски. Ваша задача сделать угол 90 градусов везде. Проверили? Хорошо. Пройдем базовые коробочки. Первая. На голове. Ваша задача поднять подбородок. И не допускать креста. То есть должна быть видна только одна ручка. Это у нас первая коробочка. Вторая. Проверили свои углы 90 градусов. Третья. Четвертая. Пятая. Здесь нужно обязательно приклеить локти к поясу. И в разные стороны отодвинуть руки. Так. Еще одна коробочка. Еще одна. Внизу. И коробочка сзади. Мы можем проверить в зеркало, чтобы у нас было 90 градусов. Коробочки мы можем переставлять как симметрично, как мы делали сейчас с вами, так и асимметрично. Они могут идти в разные стороны. Очень важное правило. Коробочки должны передвигаться логично. То есть отсюда мы не можем перейти сразу вниз. Мы должны делать это через точки. Через любые, какие вы захотите. Но логично. Чтобы все было постепенно. А также мы можем добавлять с вами работу кистей. В разные стороны. Хорошо. Ребята, убедительная просьба. Если у вас прямо сейчас появился какой-то вопрос, не ждите до конца видео. Напишите его прямо сейчас в комментарии. Следующий элемент называется таттинг. Таттинг. То есть наша задача создавать геометричные формы при помощи кистей. Они могут быть совершенно разные. Но мы сейчас с вами выучим одну, чтобы вам было над чем работать. Делаем вот такой прямоугольник. Соединяем кисти. Опускаем. Прямоугольник. Запомнили эти четыре положения. Постарались сделать их побыстрее. Если все хорошо, постараемся сейчас сделать по одной руке. Пам. 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 И еще раз. Та-та-та. А теперь делаем этот элемент с отставанием в один счет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И в дальнейшем вы можете компоновать эти четыре точки как захотите. То есть вы можете их менять по какому-то принципу или просто так. Это элемент таттинг. Следующий, пятый базовый элемент – это кручение. Мы разделим их на три части. Кручение от кистей. Выучим одно. Мы ставим руки в бокс. Ваши пальцы смотрят на вас. Вы их разворачиваете. Хлопок. Поворот. Хлопок. Поворот. Хлопок. И так, пока вы не станете уверенно его делать, скорость увеличивать не нужно. Как только вы почувствовали себя уверенно, вы можете нарабатывать скорость. И в конечном итоге у вас будет вот такое вот кручение. Второй тип кручения – от локтя. Самые простые. Мы все умеем делать. Проверили. У всех все получается. Тогда выучим с вами элемент восьмерка. Руки у нас по швам. Правая идет над левой. Подняли наверх. Поменяли местами. Вниз. Правая на левую. Подняли. Поменяли. Вниз. И теперь стараемся превратить это в единый цикличный элемент. И в конечном итоге у вас получится вот такая вот восьмерка. Получилось? Получилось? Класс! Следующий тип кручения – от плеча, то есть всей рукой. Мы также выучим один элемент, который называется мельница. Руки у нас идут параллельно. Правая наверх, левая вниз. Мы чуть-чуть разворачиваем корпус, и они меняются местами. И теперь снова правая наверх, левая наверх. Если вам будет проще, можете представлять, как будто бы вы плывете. Мы плывем вперед два раза и назад два раза. Чуть-чуть ускоряясь, у нас получится единый элемент. И дальше вы можете нарабатывать скорость. Очень важно помнить, что в кручениях армс-контрола у нас кисти жесткие. Мы их не расслабляем. Они у нас всегда напряжены. Следующий элемент, который мы с вами изучим – это волна. Волна у нас делается также по точкам. Начиная от пальцев, переходит в кисти, далее локоть, плечо. Волна переходит в другое плечо, кисть. А теперь постараемся это соединить. Пальцы, кисть, локоть, плечо. И в другую сторону. И также можем попробовать справа налево. Пальцы, кисть, локоть, плечо. Плечо, локоть, кисть, пальцы. Бам! Волна должна быть жесткой и проходить по точкам. Мы можем ее делать в разных плоскостях. Попробуйте. В одной и в другой. Также, например, вот здесь. Хорошо. Следующий элемент – слайд. Слайд мы делаем жесткими руками. Кладем одну ручку на другую и проводим. Раз. Два. Мы можем делать его в среднем уровне и внизу. И даже наверху. Сейчас мы с вами выучим один слайд с кручением. Мы кладем левую ручку на правую. Прокручиваем снизу вверх. Делаем слайд внизу. Прокручиваем сверху вниз. Слайд наверху. Руки у нас должны крутиться по ходу движения. Раз. Два. Раз. Два. Также они у нас жесткие. И как только у вас получилось делать медленно, вы можете ускорять этот элемент. И нарабатывать скорость как можно больше. Следующий элемент – выбивание. Мы выпрямляем ручки и ударяем. Раз. Два. Наша задача – сохранить точку в центре, чтобы рука приходила всегда в одно и то же место. Мы можем делать это как с ладошками, так и с кулачками. И также мы можем делать это в разных плоскостях. Попробовали, а еще попробовали снизу вверх ударять. Получилось? Отлично. Также в Arms Control очень важно не забывать про работу с вашим лицом. Фейс. У нашей головы есть несколько плоскостей. Две здесь. Две здесь. И две тут. И две тут. Шесть. И соответственно, мы можем каждую плоскость выделить с помощью своих кистей. Мы можем их по-разному переставлять и акцентировать внимание на нашем лице. Попробуйте по-разному сами придумать какие-то свои штучки, с помощью которых вы выделите свое лицо. Отлично. И заключительный элемент – флексинг. Флекс – это растяжка рук. Один из наиболее известных элементов – это клик. Как делать клик, вам объяснила Ксюша в прошлом видео. Самое главное помните, что когда вы делаете флекс, перед этим очень важно хорошо размять ваши мышцы, чтобы они были согреты. Итого, мы с вами запомнили, что у нас есть следующие элементы. Линия, полулиния, бокс, таттинг, кручение, волна, слайд, выбивание, фейс – работа с лицом и флексинг. И ваша задача сейчас – соединить их в один танец, чтобы они логично переходили друг из друга. И не забывать о каждом элементе. Попробуйте сами. И очень важно еще при этом смотреть на себя в зеркало, чтобы вы понимали, ровные у вас линии или не очень. Я верю, что у вас все получится. А теперь давайте попробуем соединить все эти движения. Повторяйте за мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Ну как, вы все запомнили? Тогда напишите, пожалуйста, в комментариях, какой бы урок вы хотели увидеть дальше. С хореографией Arms Control или с базой Hands Performance. Основные ошибки, которые могут вас ожидать. Первое. Вы должны напрягать руки. Они не могут быть расслаблены. Иначе с расслабленными кистями и руками у вас не получится делать красивые линии. Второе. Вы должны следить за тем, чтобы у вас все углы сохранялись. Потому что вот такие боксы – это не очень красиво. Мы должны делать все ровно. И третья ошибка – это нелогичные переходы. У каждого движения должен быть логичное продолжение. Следите за этим, чтобы просто не махать руками. Чтобы это был танец. И если у вас еще остались вопросы, обязательно пишите их в комментарии. И я на них отвечу. С вами была Даша Царь. Пока!